Главным трендом в блокчейне в 2021 году называют NFT-токены. Инвесторов привлекает не только диджитал-живопись, но и мемы, гифки, компьютерная графика, клипы и музыка. Только за февраль этого года объем торгов составил 500 миллионов долларов, что больше, чем за целый 2020-й. Цифровые произведения художников продаются за тысячу долларов, равно как изображение персонажей, котиков и прочей мелочи. Но что говорят об этом NFT-эксперты? Лаша Антадзе. Эксперт в криптовалютах и технологии блокчейн. Основатель децентрализованного блокчейн-аукциона Shelf Network. И вот, что говорит этот блок. Сейчас все внимание ценителей искусства и коллекционеров приковано к NFT-токенам или виртуальным цифровым единицам блокчейн-сети. Для начала давайте разберемся, что же такое NFT. NFT, чтобы коротко сказать, это цифровое владение, техническое обеспечение для цифрового владения актива. Не имеет значения оно сейчас в цифровом виде или в будущем это будет физический объект. Но это как бы возможность того, чтобы публично перепроверяемая запись вела о владении какого-то актива. Почему в Артмире случился NFT-бум? Я, честно говоря, человек, который не считает, что NFT-бум случился. А это как бы просто какой-то круг пока что узнал, поняли, что существует такая возможность сделать такие записи в открытых сетях блокчейнов. Но так каковой бум, я всегда смотрю на активность самых кошельков, которые подключены к NFT. И по последним данным, когда смотрел, где-то в районе 220 тысяч активных NFT-кошельков используется. Что по сравнению с пользователем интернета или электронной коммерции или даже арта очень мало. И как-то вот, несмотря на то, что все говорят, что мы сейчас находимся к какому-то буме NFT, я считаю, что мы где-то в самом начале самого бума, каких-то юзкейсов, бизнесов построенных и вообще о сформировании дальнейших бизнес-моделей, которые в этой отрасли будут работать. Люди давно придают эмоционально-эстетической ценности физическим товарам, таким как произведения изобразительного искусства, и готовы платить за них большие деньги. Но цифровые медиа особой популярностью не пользовались, так как их можно было легко скопировать или украсть. Блокчейн это меняет. NFT использует блокчейн-технологии, чтобы обозначить официальную кофе цифрового медиа, позволяя художникам, музыкантам, инфлюенсерам зарабатывать деньги, продавая цифровые товары, которые в противном случае были бы дешевыми либо бесплатными. Кто основной покупатель такого диджитал-искусства? Ну, даже я иногда покупаю, если мне оно нравится. Я думаю, что главный такой прорыв заключается в том, что у нас есть возможность идентифицировать изначальный исходник цифрового актива. И в конкретном случае, когда у нас есть в интернете возможность иметь эту уникальную запись в виде музыки, в виде какого-то арта или даже мема, получается, что если что-то в мире уникальное, то вокруг него можно сформировать ценность. Когда мне спрашивают, кто бы купил и кто бы покупал, и зачем нам цифровые активы, я всегда задумываюсь о том, что в последнее время, особенно при пандемии и так далее, если мы посмотрим, большинство нашей времени мы проводим в цифровом мире. И в интернете, и общение, и наши все эти коммуникационные каналы уже построены в цифровом виде. И владеть чем-то полезным или приятным в будущем цифровом мире, я думаю, имеет больше смысла, чем владеть какие-то там тарелки, которые никогда не используешься, где-то там они складаны и так далее. Покупатели на сегодняшний день, так как вот все начинается, в каком-то смысле большинство из них покупают, можно назвать, как бы даже есть много спекулянтов в этой сфере, но я думаю, что там, где есть торговля, там всегда есть спекулянты. Не имеет значения это NFT, криптовалюта, нефть продают или любой товар. А самая, как бы, группа, которая сформируется, в каком-то смысле, это вот это новые цифровые коллекторы каких-то искусств. Я не считаю, чтобы на рынке сейчас есть вот такое четкое понимание, где ценности, что любая картина будет стоить лет через 50 или 100, но в каком-то смысле вот люди, которые покупают, им нравится, и вот действует, исходя, конечно, из эмоциональности. В основном искусству это изначально, как бы, надо эмоционально какую-то связь иметь, и людям это нравится. Даже мне, я иногда покупаю какие-то там вещи, и считаю, что не ориентируюсь на то, что, как бы, за сколько я их продал, а ориентируюсь на то, что вот, на сколько хорошую вещь я приобрел. А какая самая дорогая вещь, которую вы приобрели? Ну, цену не назову, несколько тысяч было, но я купил, вот последний раз я купил ноту из композиции, последнюю ноту из композиции. И вот мне вся эта история так понравилась, что есть какая-то композиция, которая была написана для фестиваля, и там они продали последнюю ноту и будут исполнять эту композицию в дальнейшую без последней ноты, потому что им владею я. Вот какая-то такая история. На протяжении десятилетий цифровые художники не пользовались особым уважением. Законодателям моды в мире современного искусства их работы казались скорее коммерческим ремеслом. Как может что-то, что было создано с помощью программного обеспечения для рисования, иметь какую-то ценность и считаться произведением искусства? И галереи тоже часто пренебрегали такими произведениями. Так зачем же коллекционерам платить за картинку, которую можно скачать бесплатно? Ну, это то же самое, что если возьмем там физическое мире, зачем какому-то коллекционеру купить любую там картину к Пикассу, когда можно его распечатать через интернет или если у кого-то там купить подлинную, который, ну, не поймешь. В этом не разница. Вот этот, как бы, копий существует и в физическом мире. Главная идея и, как бы, сам актив, да, это физический или цифровой. Вот это как раз уникальность, потому что с этим уникальностью есть аккумуляция ценностей. И вот в этом и состоится, состоится. Не то, что типа, чтобы посмотреть и увидеть, и мне понравилось, и не знаю, там, нету разницы между оригиналом или копией, а в этом то, что, как бы, мир, мое восприятие, и все приходим к тому, что вот из-за того, что это и есть первый уникальный актив, вокруг него сформируется всегда ценность. И вот как раз или дача этой ценности и заключается в союзе торговли или, там, накопление вокруг цифровых или физических арт-активов. Давайте теперь поговорим. Касательно, как бы, фотошопа и так далее, да, в этом уже есть ценность. Как бы, вот, те, кто рисует, там, создают разные иллюстрации и так далее, в этом есть ценность. На сегодняшнем мире есть в интернете там много платформ, несмотря на то, что они централизированы, я не вижу в этом какую-то проблему, где можно монетизироваться в этом направлении. NFT, так таковой, новую бизнес-модель монетизации, оно не принесло, и не принесет. По идее, это, да, может быть, технически лучше, это, как бы, даёт возможность открыть рынок, даёт возможность, как бы, мелким начинающим художникам возможность создавать и протестировать, кто готов, как бы, в открытом сети купить их, какую-то иллюстрацию, но, в конечном итоге, бизнес-модель не поменяется. Единственное, NFT даёт, как бы, сетевой эффект и, вот, возможность, как бы, масштабироваться в этой сети искусству и иметь, как бы, более открытую и прозрачную схему монетизации вокруг цифрового актива. Мы поговорили о ценности, давайте теперь поговорим о цене. Крис Торрес продал Нянкет за 580 тысяч долларов. Леброн Джеймс продал свой клип за 100 тысяч долларов. Цифровая работа под названием The Sailor, руки Февошес, ушла с цифрового молотка за 46 эфириумов, что на тот момент было чуть больше 80 тысяч долларов. А GPG-файл художника Beeple был продан на Крис Торрес за 69,3 миллиона долларов. Получается, в глазах нового поколения коллекционеров NFT ведёт себя как физическое произведение искусства? И что влияет на рост цены на произведение? Ну, сам автор. Изначально, конечно, всё это автор и тот, кто создал его, и его авторитет, как бы, и возможность того, что мы знаем, что в каком-то смысле они авторизаторы того или иного искусства. Да, что они сами выпустили, или какие-то меми, которые продаются. Вот, типа, ребёнок был, сейчас прошло 20 лет, и она продала свой мем за несколько сотен тысяч долларов, да? И вокруг этого и сформируется, что мне, в саму очередь, как бы, создатель чего-то нравится в конкретном смысле, и исходя из этого формируется и цена. Но я считаю, что вообще вокруг любого актива, даже вокруг денег, или вокруг, там, криптовалют, или вокруг вкуса тоже вот эта цена сформируется индивидуально, субъективно, да? Единственный момент, что в конкретном случае мы должны понять, что, когда актив создается изначально от креатора и фиксируется аукционная цена, в каком-то смысле, это уже часть, вот эта история уже становится частью формирования ценностей. Это, как бы, изначальная цена, да? И вот так работают все арт-аукционы, или любые, как бы, агентства и перепродажники в этой сфере. И сейчас у нас вот это и сформируется в NFT, в каком-то смысле, каждый актив, который был выпущен и закончен каким-то ценовым аукционом, то вот эта ценность, эта субъективная ценность уже, в каком-то смысле, существует в наших головах, и плюс есть в открытом сети, где всегда можно это перепроверить. И в этом и, как бы, фишка того, что продавая за тысячи или сотни тысячи долларов какой-то цифровой непонятный актив кому-то, да, его покупатель не будет выставлять за 100 долларов. Вот это гряну уже не существует. При росте цены на криптовалюту в чем заключается инвестиция в NFT? В самом искусстве или во взаимосвязи между этим искусством и курсом криптовалюты? Если я купила NFT за один эфириум, который стоил 4 тысячи долларов две недели назад, а сейчас стоит 2 900, означает ли это, что произведение искусства стало цениться меньше? И здесь также неизбежен вопрос, какой будет цена NFT через какое-то время? Покупатель будет ориентироваться на последнюю сумму покупки или заплатит сумму в соответствии с текущим курсом криптовалюты? Все о том, что на сегодняшний день в моем понимании и криптовалюты, и NFT это один и тот же тип товара. Не имеет значения, какой из них приходит к каким-то линкам, который открывает какую-то картинку. Все они под collectibles. Все, кто покупают криптовалюты, в каком-то смысле они накапливают и делают эту коллекцию себе записей. Так же и происходит с NFT. Там просто картинка и звук может прийти с этой записью. Поэтому какое-то особое разделение между этими двумя мирами я на сегодняшний день не вижу. Касательно цен, это очень субъективно. Единственное, что если с криптовалютами, возьмем там как один класс collectibles, вот цена на один коин сразу влияет на существующий всех коинов и рынок вот этой криптовалюты, из-за того, что они свойственно похожи. Один коин, одному коину. В NFT как раз вот этого нету. Потому что в NFT у нас есть одно уникальное какое-то произведение или там какой-то арт, и оно не взаимодействует именно с формированием цены. И я думаю, что некоторые активы в NFT будут падать по цене, некоторые вообще появляться от ниоткуда, и они будут расти. И так как это более такой peer-to-peer формирование ценностей, чем вот такой рыночный, который есть в криптовалютах. Но в конечном итоге все, кто мы участвуем в этом, сейчас мы все коллекционеры, и нам или в прямом смысле. А реально ли заработать на NFT каждому желающему? Нет, конечно. Потому что если все зарабатывали, то вообще никто бы не зарабатывал. Это как свойство рынка. Некоторые должны потерять, чтобы другие заработали. Я нарисовала цифровую картину. Как мне ее теперь преобразовать в NFT? Ну, самый такой легкий ход, это через Marketplace, который существует уже, их больше 40 таких активных открытых. И есть возможность там зарегистрироваться, создать. Ну, вы должны на сегодняшний момент, на большинство Marketplace иметь свой валет, вот из блокчейна, и оттуда вот как загрузить машину для продажи на каком-то сайте. Вот так загружается ваше NFT, создается эта уникальная запись, и потом уже можете выставить, либо хранить, либо выставить его на продаж. По прямой цене, про аукциону, про каким-то открытым офферам, которые вам будут присылать заинтересованные лица. Но, в конечном итоге, сейчас вот вся эта механика, она такая сырая, и да, на сегодняшний день более-менее видно то, что вы создаете, и кто-то может посмотреть, но так как рынок будет расти, мы должны понимать, что сколько контента накопится, и сколько, как бы, интеракций будет, что очень сложно. сложнее и сложнее будет для начинающих артистов в эту сферу заходить, и там где-то кто, чтобы кто-то увидел их. И в этот момент, я думаю, вот и начнется, как бы, сформирование вот этих цифровых активов и интеракций между покупателем и креатором, ну, создателем. И я не считаю, что какая-то другая схема, чем на сегодняшний день существующие платформы или, там, агентства или представители делают вот какие-то иные функции, появляются иные, я думаю, что один в один так и же будет работать и, как бы, реплицироваться вот то продвижение артиста, каких-то специальных платформ, возможностей, и, да, вот, там, конкуренция, все приведет к, как бы, сформированию такой среды. Лаша, а как вы думаете, так ли значима роль NFT на рынке искусства и способны ли токены изменить рынок навсегда? Я думаю, что оно, в NFT, как технологию, да, правособственности, вот, мы должны понимать, что это не, на сегодняшний день, это не то, что какая-то форма арта, нет, а арт сам собой остается в той же форме и в эстетике, в которой она существует. NFT – это просто техническая возможность догадывать или управлять этим цифровым активом, овладение или управление этим цифровым активом. То, что оно изменит, это изменит именно вот скорость этих интеракций, в каком-то смысле даст вот этот сетевой эффект, который откроет для многих или начинающих, или там, незаинтересованных людей возможность в этом поучаствовать. И больше интеракций у нас будет, конечно, в итоге, да, рынок изменится, и могут там разные бизнес-модели или вещи образоваться вокруг нее. Поэтому, да, оно изменит, оно будет постепенно извиняться, это не случится там за день и так далее. И, конечно, в итоге самое большое изменение придет, я думаю, именно в регуляторно-правовом сфере, потому что NFT, как сама технология, дает нам возможность, показывает, как дальше может продвигаться или управляться вот именно копирайт и вот этот интеллектуальную собственность. И плюс модель монетизации, которая на сегодняшний день существует там разных площадках, да, начинает Шаттерсток или там какие-либо другие площадки, вот эта монетизация придет вот в сети и в интернете. И если, как бы, посмотрим, что должно случиться лет через 50, или, как я вижу, вот интернет следующих поколений, я вижу, что вот вся эта технология и монетизация вокруг активов, оно где-то работает на беке, мы его не понимаем, но каждый раз, когда мы пользуем там соцсетей, отправляем какую-то картинку кому-то или там используем какой-то мим, который владеет, не знаю, человек B, вот на каждое такое действие использования цифрового актива существует на беке монетизация автоматная кому-то, что приходит. И если вам отправляют какой-то мим, который кто-то владеет, то этот мим при использовании автомат, как бы рассчитывается владельцем или даже создателем, как Royalty Manager. Какие подводные камни есть у NFT рынка? Подводные камни есть. Вот это, как бы, пространство, которое никто пока что не говорит, но я думаю, очень важный такой слой должен появиться в виде бизнеса. Это именно валидация и авторизация. Вот кто на сегодняшний день контролирует или кто в будущем будет говорить, что вот это конкретная запись оригинальная и этот человек не украл от другого. И вот эти взаимодействия, этот верификационный слой или там роль, да, очень открыто. И пока мы его как-то не прикроем или сама индустрия не примут, придет к какому-то формату, где вот это доверие или возможность верификации или перепроверки сформируется, пока у нас будут всегда подводные камни касательно именно самих активов и их торговлю сети. Потому что мы не знаем, насколько они реально оригинальны или будут украть. Шелф-нетворк планирует запустить маркетплейс для NFT. Расскажите, на каком этапе вы сейчас находитесь? Какие планы? Когда запуск? И, возможно, какие-то были трудности на пути к реализации? Нет, касательно шелф-нетворка. Шелф-нетворк работает как бы в другой отрасли. Я бы сказал, мы не хотим пересекаться в этом направлении, потому что мы там индустриально занимаемся различными автомобилями, торговлями, между странами и так далее. В каком-то смысле оно и есть NFT, потому что каждая запись автомобиля и картинки, которые перепродаются, это уникальная запись в сети, которая распространяется и люди покупают. Просто не существует как бы слоя управления правом на эти автомобили, но если такая законодательство будет, то получается, что мы построили такой первый физическо-цифровой торговую сеть, где можно машину купить, и так как вот этот токен к вам идет, и потом физически машина, эта запись в реестре уже является правом собственности. Вот так, если перефразирую. Но касательно маркетфлейса, моя, это был просто Hackathon, мы показали настолько наша технология, на нашей технологии легко построить любого типа маркетфлейса и выпустить NFT, и вот ребята в Hackathon за два дня сделали такой быстрый маркетфлейс, называющий битыми NFT, который можно было торговать, и самое главное, вот Apple, самое главное было, что вот мы уверен, как бы в том, что продукт и любой маркетплейс, или это NFT, или там блокчейн, или криптовалюта, для конечного пользователя должно быть понятно. И вот этот момент, который существует на сегодняшний день, что надо там кошелек открыть, прикрепить какую-то вещь делать, непонятно, куда это отправить, потом платить за газы, криптовалюта для меня, вот это как бы все в барьере для того, чтобы любая технология, любой маркетплейс появился на масштабе, как бы, заработав. Поэтому вот наша идея в этом и состоит с первого дня, чтобы это настолько облегчить, чтобы возможно было любой карточки, банковской карточки, проводить приказную транзакцию, на анабек, и все это взаимодействовало с облегчением. И вот это мы игра династией. Продолжение следует...